И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушайте, и это новая серия нового сезона по Сити Скайлайд. Ну, я модификации установил, и осталось лишь определиться с местностью, на которой у нас непосредственно будет строиться наш следующий город. Ну, немножко я тут посидел, подумал, и мне вот эта вот карта очень даже приглянулась. И ее, в принципе, название очень даже такое интригующее, пусть у нее не очень много площади под застройку, всего 60%, но я думаю, мы с помощью неопределенных махинаций сможем обойти это ограничение. В принципе, тут есть и ЖД, и обычные дороги, так что тут всего нам за глаза даже хватит. Ресурсов у нас очень даже много, всех, даже всех видов, и нефть у нас есть тут даже, и уголь, я погляжу, и хозяйственные ресурсы, то есть у нас здесь можно разместить посевы, которые я так давно хотел. Название я предлагаю вам придумать самим, потому что у меня с воображениями не очень идет в порядке, и когда вам предстоит придумать какое-то там название или что-то подумал, у меня всегда с этим какие-то проблемы. И если я так буду сидеть и дальше думать название города, то пройдет еще кучу времени. Пусть будет Пирогвиль в честь великого Капитана Пирожка. Ну, начинаем игру. Эта игра обещает быть очень интересной и очень захватывающей, потому что у меня столько планов на этот город, и тем более я не планирую его забрасывать, и у меня очень на него глобальные планы. Мне кажется, у меня получится развить по-настоящему классный, по-настоящему тот город, в котором бы я вместе с вами хотел бы жить, и в жизни вам казалось бы в кайф. Поначалу будет сложно, да, никто не отрицает, будут высокие налоги и не очень с качеством экологии, но в будущем, когда будет возрастать уровень населения и образованность населения, думаю, все эти небольшие котячки, они сгладятся и, возможно, вовсе сойдут, но нет. Да неужели? Я около получаса, наверное, ждал, когда у меня все-таки игра соизволит родить этот город, но все-таки мы загрузились. Ура, ребят, ура, мы загрузились. Посмотрите просто на эту карту, это же офигенно. Я надеюсь, мне не придется ее менять, и мне она будет нравиться до конца нашей игры. Правда, тут очень много, где надо будет поиграть с ландшафтом и подопинять какие-то действия для дальнейшего нашего всего. Но только посмотрите, как вот этот вот остров и вот эти вот острова, которые мы здесь видим, просто идеально подойдут у нас для дальнейшего развития. Вон, смотрите, целый остров, можно отдельный город на целом острове сделать же офигенно. Вот целый полуостров такой вот длинноватый, можно сделать одну дорогу такую целую, и куча отсветлений просто офигенно, ребят. Так, ну а теперь я думаю начать делать непосредственно вот в этом квадрате, потому что у нас больше другие квадраты закрыты. Наш маленький, уютный, первый, начальный городок. Хотя, я думаю, здесь вот его не оставляйте, а куда-нибудь он переедет. Такой же маленький городок, может быть, на какой-то остров будет целую подделевню отдать. Но здесь будут уже промышленные города, но это будет позже, сейчас посмотрим. Так, первую дорогу я поставил, и сейчас нужно заниматься уже непосредственно планированием и дальнейшим развитием строительства. Так, вот что-то примерно такое у нас получается. Это именно съезд, и вот здесь вот у нас будет такая вот основная наша дорога. Здесь вот я планирую сделать такой вот жилой райончик, а здесь я сделаю промышленность. Этот район я сделал здесь вот таким вот, и дальше вот таким же боком, типа таким вот лопастями-вентиляторами, они дальше будут распространяться, туда вот увеличиваться. Я сомневаюсь, что это какие-то у нас пробки создаст, но если будут создаваться пробки у нас из-за этого, то посмотрим, что можно с этим придумать. А теперь приступим к созданию непосредственно жилого района. Так, надо не забыть пока, и это есть возможность, сделать здесь вот забор воды, а также водосброс, и непосредственно решить проблему по электроэнергии. Поставив здесь вот угольную, пожалуй, а здесь просто я сделаю такой небольшой ветрячок. Для того, чтобы было, и для того, чтобы у нас эти две подстанции наши не проседали по электроэнергии. Решил я вот таким вот образом сделать наш жилой район. Вот здесь вот, то есть у нас сейчас по электроэнергии просадков не будет, осталось только не забыть сейчас воду разместить. Что ж, размещаем вот здесь вот жилой район. Временно, потому что я думаю, здесь будут впоследствии размещаться у нас коммерция. Ну и строим, и будем смотреть, как у нас все это дело пойдет. А вот этот райончик я пока немного, но размещу здесь у нас деловые зоны, ну или промышленность, как называть, как хотите. Сейчас по деньгам мы очень сильно проседаем, но на дороге мы бюджет делаем в минимум. По электричеству, я думаю, нам процентов так не надо, процентов 60, думаю, сделать пока что. Так, по электричеству мы не проседаем, замечательно. Так, у нас зоны здесь разместились, замечательно, замечательно, ребят. Также делаем зону вот здесь, вот 4 тайла, а вот здесь вот я часть зоны удалю, и разместить здесь я хочу коммерцию. А также я хочу разместить жилые зоны вот везде вот здесь вот. Кроме вот этой вот основной дороги, я думаю, вот эта вот дорога будет у нас непосредственно такая вот деловенькая. Давай же коммерции размести здесь, я разве тебе много зон сделал для размещения? Все, 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 электричество у нас проблем нет, осталось ждать, когда люди начнут платить налоги, для того, чтобы наш город не стал уходить в дикий минус такой. Можно еще убавить, и по воде я тоже думаю, можно убавить. Так, у нас еще потребность есть в нашей промышленной зоне, значит, мы застраиваем ее, не проблема. Я тут на будущее сделаю, я думаю, вот этого нам городка хватит для того, чтобы отбить наше вложение в этот город в плане дорог и прочего. Ой-ой-ой, какая у нас высокая потребность в жилых зонах, давайте их застраивать, ура! Вот здесь вдоль дороги, я думаю, разместить коммерцию впоследствии. И вот здесь, возле шоссе, еще потребность в жилых зонах, да ты издеваешься, ладно, хорошо. Построим еще здесь жилые зоны, но учитывая то, что у меня, в принципе, и заканчиваются места, где я мог бы размещать людей. Мы, ребята, пошли в плюс, это очень классно, а еще классно то, что мы теперь официальная деревушка. Так, раз мы деревушка, и нам доступны кредиты, мы берем кредит в обязательном порядке, для того, чтобы допровести здесь водопровод наш. Все, с водой у нас теперь, по идее, не должно быть проблем, замечательно. Также, я думаю, пока у нас деньги все равно есть, у нас есть тут дорога, которую я могу продлить аж вот до сих пор. Впоследствии, когда вот этот берег более-менее выровняется, я думаю, можно будет здесь даже разместить что-то наподобие деревушек, как я делал раньше. Хотя можно и сейчас начинать, хотя сейчас начинать не очень классная идея, наверное, ну ладно. Так, есть проблема по промышленности, я ее заполняю. Нам открылось здравоохранение, и построить здесь вот больницу, я думаю, было бы очень хорошей идеей. Я вижу, тут у нас, кстати, несколько есть поликлиник разных. Они, по идее, одинаковые, да? Да, только вот этот выглядит более эстетично, поэтому, пожалуй, я ее и поставлю вот сюда вот. Буду стараться здесь, раз нам доступны моды с самого начала, размещать все более компактно, все более красиво и более эстетично уже с самого начала, чтобы не было никаких вот таких вот казусов. Так, мы это разместили, и теперь, так, у нас промышленность заполняется, замечательно. Можно сделать, кстати, для промышленности здесь еще одно ответвление. Я думаю, что вот такого зазора хватит вполне нам для того, чтобы это не считалось близкими друг другу перекрестками и не создавалось здесь пробок. Я вижу, у нас потребность по электричеству возникла. Хорошо, ребят, мы тогда просто увеличиваем бюджетное электричество, потому что я в свое время его убирал. Есть большая, причем потребность у нас в жилых зонах и коммерции. Хорошо, коммерцию я здесь вот размещаю, как хотел. По идее, потребность по коммерции должна куда-то улететь. Вот здесь вот я продолжаю заселять у нас жилые зоны. Думаю, вот таким вот образом у нас пойдет дорога. Ну, плюс-минус, имеется в виду дорога, на которую будут строиться у нас дома жилые. Ой, я мусор забыл. Сейчас надо разместить мусорную свалку где-нибудь. Одной, пожалуй, хватит на какое-то время. Так, я говорил, по-моему, о дороге, и вот эта вот дорога, которая здесь у нас размещается, будет хватать для домов, которые будут размещены непосредственно вдоль реки. Сделаю здесь какую-нибудь набережную. Хотя, нет. Я раньше, по-моему, очень часто строил такое, но я хочу, чтобы здесь была какая-то набережная и не было здесь домов. И хочу, чтобы вдоль этой реки ходили люди и была какая-то такая мостовая, где можно было хорошо провести время. Хорошо. Раз такие у меня планы, давайте тогда сделаем именно таким вот образом. Да, денег, конечно, катастрофически не хватает, но куда деваться, но у нас есть большая потребность, в принципе, по зонам, которые нужно размещать, и я их размещаю. Жилые зоны у нас в очень большом приоритете, и люди хотят заселяться в жилые зоны, так пожалуйста. У нас есть, кстати, потребность, ну или не потребность в начальную школу, но я думаю, пока в этом нет необходимости. Нет, необходимые, безусловно, есть, но нет такой большой потребности. Я думаю, то, что они смогут обучаться свободно в других городах, и пока наш город не обзаведется достаточными средствами для того, чтобы, знаете, обучать своих граждан собственного города. Так, налоги, да, мне открыты, и, пожалуй, пока что 13% будет хватать всем. Временно такие вот высокие налоги, но последствия не обязательно у нас уйдут и станут гораздо меньше, но это вынужденная мера для того, чтобы я смог нормально сейчас отстраивать наш город. И только потом, потом, ребят, когда у нас будет своя промышленность, свои производственные цеха, у нас все это будет гораздо меньше. Ну и теперь крупный поселок, и население нашего города целых 800 человек, меня это не может не радовать. Вот эта вот основная дорога выглядит немножко пустовато, но это связано с тем, что тут нету таких пока что муниципальных зданий типа нашей пожарной части и полиции, но нужно, пожалуй, здесь это размечать. А теперь нам, кстати, доступны зоны, и, пожалуй, я вот этот наш начальный город буду обзывать новой зоной. Сделаю, пожалуй, на будущее, чтобы не забыть, в случае чего. И, к сожалению, возможно, это все придется приснить, потому что я хочу, чтобы это был европейский стиль. И замечать, у нас все процветает как нельзя лучше. Продолжаю тут застройку нашего жилого района для того, чтобы люди могли здесь жить спокойно и никого не страшать. Ой, пожар! Я только сейчас заметил, а пожарной службы у меня нету, да? Да, пожарной службы нету, надо срочно ставить пожарное депо. Да вот такой вот стиль, думаю, очень даже неплохой. А полицию я построил, интересно? Полицию я не построил, но нужно, и, пожалуй, ее тоже я здесь вот размещу. Кстати, выглядит даже очень эстетично. Пожарные выдвинулись, используются 6 из 6 машин. Вот эти 6 машин, кстати, душат наши пожары. К сожалению, да, я забыл, но мы могли избежать этого всего, но что ж теперь поделать. Теперь мы маленький город, посмотрите-ка только. Теперь нам куча всего доступна, и это очень замечательно. У нас теперь появилось средство, кстати, нужно будет отдать кредит, пока я не забыл об этом. И мы можем начинать строительство нового района. Вот здесь вот так же его продублировать, думаю, и хватит нам его. Даже думаю чуть его сделать более продолговатым, потому что здесь у нас есть место же, куда разгуляться. Я вот здесь вот новую часть нашего города сделаю, решил то, что ровно 5 тайлов у нас здесь будет. И, пожалуй, нужно заселять, потому что очень большая потребность нашего города в этих местах. Вот здесь вот я, пожалуй, сделаю обратно коммерцию, чтобы было это более-менее симметрично. Ну и теперь заселяю вот этот район. Оп, и это все считается жилые зоны. Коммерцию размещу вот здесь вот вдоль дороги, чтобы она прилегала вот непосредственно к этому району. Электричества, электричества им будет не хватать, естественно. Смотрите, что я придумал. Я придумал вот это вот совместить с этим. Тут есть ветряк, который можно соединить вот так вот. Оп, все. И все у нас, посмотрите, потребность по электричеству пропала. Осталось только у нас потребность по воде, который, как всегда, я забываю по какой-то причине неведомо. И все, воду мы тоже провели. Замечательно, ребят. Очень даже замечательно. Я слежу сейчас за нашим городом, и наблюдается такая проблема, что у нас снова не хватает мест под жилую застройку. Давайте их делать. Мне очень нравится то, что людям нравится наш непосредственный город, и давайте строить. То есть еще один район я сделаю под это все. Вот это даже можно немножко продлить. У нас, кстати, доступен сейчас рельеф и настройка. Я мог бы сделать здесь уже начинать набережную, но мы помним с прошлого города, как дорого обходится редактирование рельефа. И с тремя тысячами семиллионов в час я не рискну, пожалуй, этого делать. А подожду, когда у нас все-таки наберется необходимое количество наших жителей, и когда наш город станет на ноги, и только в таком случае я начну его делать гораздо лучше и красивее. Так, посмотрим по пожарной безопасности. В принципе, сюда она дотягивается. А, это что? Это медицина. Сюда она дотягивается. Замечательно. Пожарная безопасность дотягивается и сюда, и сюда, так что не проблема. Впоследствии пожарную вышку надо будет здесь размечить, но это потом. Полицейский участок очень даже замечательно справляется, и, пожалуй, нужно ставить все-таки начальную школу. Думаю, вот в этом районе будет ее неплохо разместить. Вот в этом месте. Одну штучку. Ага. У нас еще есть потребность из начальной школы. Хорошо. Давайте еще туда одну разместим. Вот такую вот начальную школу уже вот здесь вот. Две начальные школы, я думаю, пока хватит, да? Хотя нам доступно уже и высшей школы, но мы еще не готовы пока морально и эстетически к высшим школам, потому что, в принципе, людей нету, которые хотят учиться в высшей школе. Воу-воу-воу-воу-воу. Как быстро растут наши потребности нашего города. Нашему городу требуется еще, ко всему прочему, коммерция. Строим? Как быстро у нас растет потребность все-таки в обучении. Видимо, людям очень нравится жить в нашем городе. Уже целых две тысячи населения, офигеть. Мы развивающийся городок! Целых две тысячи населения. Еще лет, когда на два доступно, но мы еще эту не застроили. Зачем нам следующие заполнить, я пока не знаю. Может быть, в будущем я как-то их запомню. У нас еще потребуются жилые зоны, офигеть. Ну, давайте я еще построю. Нам придется с этим ветряком нам, пожалуй, расстаться. Так, разместил я тут еще жилые зоны. Я разместил здесь дороги, а жилые зоны размещаю в данный момент. Вот таким вот сразу боком я все это пульну. Пусть все это сразу застраивается. Здесь вот пока я провода уберу. Но как сюда электричество дотянется, она сюда дотянется обязательно. Она уже сюда дотянулась, ребят. Все, считайте, весь этот район запитан. Проблема лишь в том, что не хватает ее, в принципе, нам. Вот она в чем проблема. Я думаю, в чем же беда. Нашей угольной станции здесь не хватает. Пожалуй, нужно разместить еще одну. Как временное решение, понимая, что это будет немножко загрязнять воду. Так как у людей была потребность очень большая вот сюда, вот туда-сюда прыгать, скакать, я решил здесь мост построить для того, чтобы людям было более удобно и переходить. И для того, чтобы это было менее травмоопасно для людей и для машин это не было проблем. Стоп, по воде начали приседать. Ага. Это не мы начали приседать, но просто я забыл опять провести трубу. Ну, это типичный мамору. Но по воде мы начали приседать, естественно, потому что водопроводы и канализации у нас нет доступного. Посмотрите, что я здесь нахожу. Экологическая внутригородская водочная станция. Это получается вместо вот такого вот водосбрасывающего у нас будет просто стоять в городе, который будет у нас загрязнять весь район. Ага. То есть земля или вода? Пожалуй, я пока буду загрязнять воду. Воду потому что банально чистить легче. Потому что способов чистки земли от загрязнения я вообще в принципе не знаю. Воду можно очищать с помощью специальных станций водочных. То есть они таблеточки так называемые, которые у нас очищают воду. Так, нам выгоднее сейчас банально ставить вот такие вот неэкологические сбрасывающие станции. Банально, потому что они банально выгоднее. Но куда деваться, когда у нас вырастет большее количество населения и у нас город сможет сам себя обеспечивать более тщательно. Я думаю, мы от этого откажемся в обязательном порядке. Но пока это стоит именно вот таким вот образом. У нас потребности появляются у города, которые необходимо сейчас решать. И я этим, пожалуй, сейчас займусь. Вот здесь вот можно разместить коммерцию. Почему бы нет, чтобы наши люди не видели вот этого всего безобразия, которое у нас здесь есть. Ой, сколько потребностей в жилых зонах-то. Посмотрите только. Ой, что, смерти появились? Это... Да, смерти, конечно, плохо. У меня есть. Посмотрите, что тут много, как все открылось. Я обновил игру. Снова дополнение, видимо, это добавилось. Детская больница. Ахахаха. Центр по уходу за пожилыми. Кладбище я, пожалуй, поставлю в беззайственном порядке. Потому что кладбище все-таки нужно людям. Вот здесь вот я поставлю, где еще ничего не построено. Да, оно дотягивается до всех наших районов. Ага. Вот эти вот большие районы у нас на 6000 населения аж откроются. Охренеть. Ладно, ничего страшного. Мы просто продолжим здесь строить дальше. Вот таким вот боком у нас стал новый райончик. И примерно вот таким вот образом я разместил еще второй район. Потому что я вижу то, что у нас реально большая потребность по жителям нашего города. И, пожалуй, я вот этот вот целый район сразу начну заселять нашими новыми жителями. В принципе, вот здесь вот тоже на окраине можно было бы разместить жилые районы. Кроме вот этого вот. Потому что здесь вода, и было бы неплохо, чтобы здесь жили люди. Вот такое даже здесь какое-нибудь ипровизированное ответвление сделать. Когда купится эта клетка, это, конечно, даже продолжится. Имеется в виду то, что вот здесь вот все будет в ответвлениях. А вот здесь вот, это слишком маленькая зона для того, чтобы здесь размещать парк. И, пожалуй, здесь будет тогда коммерция. Главное, чтобы мы сейчас не просели по основным службам нашего города, типа воды и электричества. Но я думаю, что с этим проблем не особых не возникнет. Потому что об этом я подумал заранее. Подумать-то я, конечно, подумал. Но по электричеству мы уже проседаем. Охренеть, я же построил еще одну угольную станцию. Пришлось поставить еще одну угольную станцию. Но от этого надо срочно отказываться. Как только мы придумаем альтернативные источники нашего питания. Так, ближайшие потребности мы, в принципе, удовлетворили. Но осталась только потребность по делаемой зону. Но вот здесь вот есть места, которые я могу этими деловыми зонами заделывать. Точнее, нашей промышленностью. И, возможно, даже в дальнейшем буду тотально это все перестраивать. И тотально все это переделывать. Как только я сделаю для людей новые места и новую инфраструктуру, куда можно было бы непосредственно заселяться. Но пока это выглядит именно вот таким вот образом. Что ты материшься тут? Что ты тут материшься? Образованных работников не хватает. Хорошо. Доступность в начальных мест хорошо. А я вижу то, что есть люди, которые хотят учиться в средних школах. Хорошо, давайте сделаем тогда средние школы. Старшая школа, в принципе... Ой, какая прикольная школа, хотелось бы ее построить. Она большая такая, да? Вот здесь вот бы ее построить. За пределами города не получается. Но она большая слишком. Вот здесь вот я хочу ее построить. Вот здесь вот было бы неплохо посмотреть. Как эта школа похожа на школу, которую в России? Только у нас, как правило, больше П-образная школа. Это какая-то Г-образная. Но я не понимаю, что и такие именно школы были. Мне очень захотелось ее, в принципе, здесь построить. И я думаю, понимаю прекрасно, что здесь ей не место. Но просто мне захотелось, ребят. Поэтому здесь она будет. Посмотрим по образованию. У нас ее, по идее, хватит на все наши районы. Но это только в теории. И библиотеку было бы тоже, кстати, неплохо было бы построить. Скажем, в этом районе и построим ее. Вот здесь, где никого еще пока нет. А почему бы нам не попробовать пустить общественный транспорт? Ребят, как вы на это смотрите? Только на биотопливе нам пока недоступны. Но, в принципе, автобусное депо обычное нам хватит. Его возле мусорки, в принципе, разместить было бы вообще шикарно. То есть у нас есть вот единая дорога. Можно здесь закольцевать маршрут, чтобы люди могли в нормальной степени добираться до работы. Ой, районный город. Замечательно. Погоди пока. Я пытаюсь тут настроить автобусами. Думаю, вот так вот сделать. Какой-то тут колхозик небольшой получился. Но куда деваться от этого? От этого никуда не денешься. Вот так вот сделать. Че ж ты такой маршрут-то выбираешь? Почему тебе не здесь развернуться? Э, автобус. Бог с тобой. Я не понимаю, почему он выбирает такой вот маршрут. Давайте сделаем вот такую вот штуку. Чисто, чтобы ему было где разворачиваться. Потому что, я так понимаю, он любит вот такие вот маршруты. И любит разворачиваться именно в таких вот местах наш автобус. Вот, идеально. И делаем вот здесь вот. Раз, маршрут делаем. Сделаем вот здесь вот небольшой тупичок, чтобы наш автобус мог разворачиваться. И вот здесь вот такой вот небольшой тупичок специально для автобусов, опять-таки. Вот, сделали так. Вот здесь вот делаем остановку. Вот здесь вот делаем остановку, чтобы люди могли добираться туда и сюда. Делаем вот здесь вот остановку и вот здесь вот остановку. Замечательно. И осталось только пустить автобус в обратную сторону. То есть у нас есть вот такой вот Т-образный маршрут. И пускаем в обратную сторону, чтобы у нас с ней катался. Стой. А он получается и в ту сторону, и в обратную сторону едет, поэтому обратного маршрута ему не надо. Хорошо. Давай просто тогда посмотрим, как ты вообще ездишь и сколько. Техника 5 автобусов. Замечательно на ней, на линии у нас получается 8 автобусов в целом, все электричество Теплодено, замечательно, и посмотрим по автобусам Потом, безусловно, посмотрим По автобусам и насколько они будут нам Приносить доходов со всего транспорта И востребовано это все будет Людьми, то что вижу, то что тут люди Стоят, и это очень даже хорошо Стой, погоди, ты уехал сейчас полный автобус? Ну практически под завязку полный, замечательно Поехал, очень даже замечательно По мусору я вижу проблему у нас Пожары, это быстро ликвидируется Потому что у нас пожарная станция есть хорошая Ой, сколько тут всего добавили-то Посмотрите, пожарная станция, кстати Я вижу то, что тут не хватает одной станции И пожалуй еще одну было бы разметить Далеко не лишним, так, по мусору Проблема, да, хорошо, по мусору По мусору, по мусору, ну, с мусором Крепить, я не могу ничего сказать Другого, потому что с мусором будут проблемы Всегда Мусор это такая штука, которую я не придумал Еще как с ним обраться, вообще никак То есть могу здесь еще поставить парочку переработок Ребят, больше я никак вам не помогу У нас проблема по коммерции, и людям Не нужна коммерция, давайте ее строить Продолжать здесь вот, есть куча мест, которые Я специально для этого сделал Я совершенно забыл, ребята, что тут есть в игре Рыболовные пирсы, и получается Наш город может стать Немножечко рыбацким, и это очень Офигенно, то есть я хочу сейчас открыть То есть я хочу начать Открыть, точнее, по высококлонности, чтобы начать В следующей серии заполнять вот этот вот весь район Я могу, конечно, его сейчас открыть, но Потом, чуть попозже Для начала мне нужно это все выровнять И только потом уже начинать застраивать Так, по автобусному маршруту прошло достаточно Количество времени 120 пассажиров, это, кстати, неплохое число Для автобусов Давайте обозрим поплотнее У нас по 30 пассажиров в каждом автобусе Можно, в принципе, увеличить количество техники На данном участке в два раза Стоп, а почему тут пробка-то какая-то? Откуда она взялась? Давайте сделаем здесь на всякий случай светофор А дальше посмотрим, как это все поведет И хотел бы попробовать здесь У нас же и позволяет трафик Сделать здесь вот дорогу для автобусов С отдельной полосой Вот эта вот нам дорога очень сильно Всю малину портит, на самом деле Посмотрим, мы можем ее снести? Мы можем ее снести Так давайте это и сделаем, в принципе Потому что вот на этой дороге Очень много всего завязано И это очень плохое место у нас Из-за того, что тут два рядом перекрестка были И тут возникали всякого рода пробки Я думаю, людям не будет сложно Вот здесь лишний круг объехать Для того, чтобы достигнуть своего дома Но думаю, от этого у нас слишком много пробок не возникнет И особо пробок я здесь не вижу Хорошо Вернемся к модификаторам транспорта и прочее У нас количество транспортных средств на маршруте 16-16 Я как и поближу По большей части Ну ладно, не все, не все автобусы Вот смотрите, 14 человек 0 человек вообще на станции Но сейчас вот здесь вот они загрузятся Даже это слишком много, понимаю? Давайте 180 делаем 181 Ну это тут надо чисто индивидуально подстраивать Чтобы люди не ждали на остановке Вы посмотрите, люди не ждут И буквально автобус каждый раз приезжает Каждый раз Вот, все, люди загрузились Уже следующий автобус подъехал Разгрузил Оп, быстро-быстро-быстро все Ну тут особых пробок я не наблюдаю Особых таких Это замечательный, пробовал Пока у нас в городе нет Хорошо У нас есть потребности Которые нам необходимы Нам сейчас удовлетворить у людей Это потребность по жилым зонам Которые мы размещаем Вот здесь вот у нас специальные для этого выделенные были места Мне вот этот вот непонятный момент То есть, чтобы людям повернуть направо Ему нужно, получается, заехать на автобусную линию И только с нее перестраиваться То есть, просто так он не может перестроиться Что за бред какой-то? Потребность по промышленности Хорошо, настало такое время Строим вот здесь вот промышленность Которую мы могли бы построить Кстати, посмотрим по деньгам Как нам приносит доходы Транспорт, хотел я сказать Но он приносит нам сейчас больше расходов Чем доходов К сожалению Хотя пассажиров на нем 200 человек На остановку практически никто не ждет Поэтому даже можно убрать еще до 160 примерно Да, все-таки придется, наверное, строить еще один промышленный район Потому что по нему есть необходимость Ну давайте займемся стройкой Я просто вот что думаю Просто как бы не пришлось нам сносить вот эти вот дороги Чтобы впоследствии здесь не было бы таких пробок Я надеюсь, что их, конечно же, здесь не будет, но все же Смотрите, какую я ошибку допустил Но это не то чтобы ошибка Но все-таки такая вот нелицеприятная вещь Вот такую штуку я сделал Ой, а как они сюда заходить будут? Интересно, они чисто... Чисто интересно, будут ли они перемещаться по этой? Нет, они не будут, конечно же Это было бы тупо Все, я сделал такой вот подземный переход Для того, чтобы людям создавалось меньше проблем Им не уходилось вот так вот обходить целые районы Но если люди догадаются, что переходить вот здесь Гораздо более безопаснее и эффективнее, нежели там А также было бы неплохо вот здесь вот сделать вот такие вот пешеходники То есть у нас здесь как раз ничего не размещено Вот здесь вот такие вот дорожки сделать, небольшие пешеходные Для того, чтобы людям было более... Лучше переходить, наверное Даже не вот здесь вот То есть, если посмотреть за этим пешеходником Он предпочтел вот такой вот сделать круг Место того, чтобы вот так вот просто выйти Хорошо А если я сделаю вам дороги непрямиком вот сюда вот, вы будете нормально ходить, нет? Нет, всё равно, всё равно посмотрите, они куда пошли. Ой, дебилы. Ладно, ничего страшного. Заполняю. Вот здесь вот всё необходимое нам нашей промышленной зоны. Замечательные и необходимые нам. А вот здесь вот я строю воду, как и надо было в прошлый раз. Продолжаю делать здесь и следить, чтобы трафик у нас... Ага, даже, пожалуй, я сделаю, да, здесь две остановки было бы очень даже неплохо. Чтобы людям были в равной доступности этот и этот района. Всё, посмотрите, как плотная застройка пошла и как людям необходимо действительно это всё. Сто, стоп, погоди. На какой остановке сто человек ждут? Офигеть, а вы куда всех собираетесь ехать-то? То есть вот на этих остановках больше всего народу ждут. Я так понимаю? Ой, город замечательный, мы достигли. Погоди, я бы хотел сделать ещё один маршрут, но он будет останавливаться непосредственно на тех же остановках, что и прошлый маршрут, но ехать непосредственно у нас по одной такой кольцевой. То есть он будет гораздо меньше. Сколько автобусов? Охренеть. Я надеюсь, вот эти все автобусы сейчас поедут вот сюда вот на остановку и они всех заберут. Потому что это какой-то вред. Оп, ещё всосалось половина. Оп, ещё всосалось половина. Двадцать четыре пассажира у нас на втором маршруте. Кстати, он рассосался более-менее. Посмотрите. Тут можно сделать пятьдесят, в принципе, процентов. Я думаю, четыре хватит автобуса на вот такой вот весь маршрут, чтобы он туда вот такие вот круги наматывал. Я думаю, этого вполне хватит нам. Стой, электричество? Опять? Офигеть, опять по электричеству просили. Ну, посмотрите, что это такое. Ну, у нас, наконец-таки, доступна нефть. А нефтяные у нас вышки доступны замечательно. Строим нефтянку здесь. Кстати, у нас открыты новые, в принципе, зоны. Жилой плотности и прочего. Давайте займёмся застраиванием вот этого вот всего района. Чисто один район попробовать, как он будет у нас с жилой плотностью. Точнее, с зоной высокой плотности у нас населения. По идее, европейский здесь стиль должен очень эффективно у нас работать. И, по идее, эффективно очень застраивать наш город. Посмотрите, какие красивые домики. Очень реально. Мне нравятся эти домики, по крайней мере. В принципе, вот этот весь район я бы заменил на высокую плотность коммерции. Если здесь это будут создавать пробки какие-то, то, я думаю, на мелкую коммерцию я всё-таки это заменю. Потому что это особую проблему не должно, по крайней мере, составить. Ну, я так думаю. На самом деле, я без понятия, как это будет. Ну, а если так посмотреть, то он выглядит, ну, не сказать, что плохо. Он нормально выглядит. И вот давайте вот в этой части, вот такой вот квадратик, и сделаем зону с высокой промышленностью. Типа, здесь будет одно такое, скорее всего, какое-нибудь здание построиться, надеюсь. Вот, оно начало строиться, и это будет историческим зданием, которое вот здесь вот, думаю, оставить у нас. Что-то такое, какой-то, что, что-то, это не на немецком, стивенбургер, вот здесь вот написано, а что-то, чё-то, чё-то, 69-й год, короче. У нас потребность в жилые зоны, пожалуйста, ребят, я сношу вот эти вот жилые зоны, всё для вас, и строить здесь зону высокой плотности. Получается, у нас вот этот весь район сугубо заполнен зонами с высокой плотностью застройки. Вот здесь вот я решил также сделать небольшую зону коммерции для того, чтобы отградить наш район от видов и вдыхания всяческих ароматов вот этого нашего непосредственного города. Ребят, я прекрасно понимаю то, что вот маршрут, который я построил, даже несмотря на то, что это экологический вид транспорта, кстати, 100 человек им пользуются, неплохо, он приносит нам большие убытки. Если мы здесь посмотрим, вот здесь вот в транспорте, приносит нам минус 500 денежных валют в год. И это большие... ООО! Большие убытки! Я что заметил, ребята, 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 посмотрите, у нас свалка переполнилась, это плохо. Утилизационный завод надо здесь ставить. Раз, два, три, четыре. И начинаем очищать свалку, и эту свалку мы переносим, потому что здесь есть утилизационный завод. А эти, в принципе, даже можно сочетать вот места. Так, а из-за чего тут пробки-то возникли? Всё, вроде как я тут наладил дороги более-менее. Вот здесь вот я сделал, то есть я сделал здесь светофоры, а здесь я просто сделал знак стоп вот с этим вот выезжающим маршрутом. Я думаю, это как-то у нас наладит всё наше производство. Смотрите, как выглядит офигенно просто вот этот вот весь район. По сравнению с вот этим вот, маленьким и заселённым, вот этот вот район выглядит прям вот... Я бы не сказал, что плохо, он внушительно выглядит. По-настоящему внушительно, это мне очень нравится. Тут знаете, чего не хватает? Парков какого-нибудь... парков, парковых зон. Думаю, этих двух парков хватит на какое-то время. Вот здесь вот необходимо было сделать вот такую шестиполосную дорогу, потому что люди не успевали за раз въехать и разъехаться. И я начинаю пожимать плоды вот этих вот своих тупичковых перекрёстков, потому что поток машин становится более большой. Исправляться со всем этим я не успеваю, просто банально. Но я думаю, вот этим всем разгребанием вот этих вот своих грехов и последующими своими действиями я уже займусь в следующей серии. И в следующей серии непосредственно я закончу со всем этим. Я думаю, это... я не думаю, я уверен, что всё это будет произвёт крайне быстро. И я займусь непосредственно вот этим вот нашим городом. Куплю даже сейчас в этой серии, чтобы помнить, чем заниматься мне в следующей. То есть вот такой вот квадратик я себе приобрёл. И вот этот вот перекрёсток я буду... и вот этот вот острый весь я буду переделывать. Для начала придётся мне, наверное, всё выровнять, потому что только посмотрите вот на этот, вот на эти переходы. Это будет... это выглядит сейчас не очень эстетично, а когда я закончу, будет просто... Муа, конфетка. И нужно будет делать что-то необходимое с нашим загрязнением и со всем этим вот... Да. Я не успел закончить свою мысль, но уже, как можем видеть, большой город. Мы достигли населения большого города нашего. Ура! Там застюмные поезда, уникальные сооружения, пробки. И это всё мы сделали, ребят, за одну серию. Можно сравнить этот сезон и прошлый сезон, и что я успел сделать за эту серию первого сезона и за прошлую серию прошлого сезона. И, по-моему, я в прошлый раз не смог достичь таких высот, как достиг в этот раз. И всё это благодаря вам и накопленному опыту, который у меня есть. Ну а следующая серия обещает быть просто мега интересной, потому что будут застраиваться непосредственно весь вот этот вот район. Ну а на этом буду потихонечку заканчивать. И говорю огромное спасибо всем тем, кто смотрел эту серию. Ну а у микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Ещё услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok